Как мы правильно гребем? Есть разные, все гребут по-разному, но есть несколько общих правил. Вот если будете держать руки так, вы далеко не уклывете, вам надо держать их пошире. Чем шире держишь, тебе уже все, тебе уже нужно большое весло. То весло для Маши. Маша будет гореть стыдно. Ты уже большой, все. Значит, широкое весло, чем шире держишь, тем легче грести. И как правильно грести? Значит, одна рука прямая, другая сгибается, смотрите, и поворачиваем корпус тел. Хоп, повернули. Еще раз, раз, хоп, повернули. Таким образом, получается, у нас подключаются и мышцы рук, плеч, спины и пред. То есть весь корпус. Не просто руками работаем, а поворачиваем корпус тела, и получается тогда намного легче. Понятно, да? В фильмах показывают обычно гребут вот там. А когда гребешь так, усилие идет на то, чтобы поднять каяк вверх, и нет смысла. Некоторые так и любят, как в фильмах. Значит, неправильно. Значит, теперь... Еще раз покажи. Как правильно. Значит, рука одна остается прямой, одна сгибается, и вот когда она сгибается, поворачиваешь корпус. То есть получается раз, это в воде, поворачиваешь корпус. Слишком сильно не повышаешь, поднимаешь, потому что зальешь себя водой. Когда поднимаешь, она заливается. Хотя здесь есть эти резиночки, но лучше не поднимать слишком высоко. Понятно, да? Теперь, как мы поворачиваем влево-вправо? Если мы хотим повернуть, например, вправо. Три варианта. Первый вариант. Значит, мы гребем с этой стороны, с противоположной стороны, только капитан. И тогда каяк поворачивает в противоположную сторону. Если мы гребем с этой стороны только, то он идет в ту сторону. А все остальные гребут ровно? Все должны гребести с одной и с другой стороны, не только с одной стороны, потому что это участок. А, все должны так гребить? Ты не гребешь только с одной стороны, да, это не каноэ. Ты вот так раз, два, понимаешь? С обоих сторон подгребываешь. Почему? Потому что если гребешь только с одной стороны, каяк идет в противоположную сторону. Понятно, да? Теперь, как мы поворачиваем, например, в второй вариант. Вот смотри, это как ложка, выпуклость сюда внутрь. Ставишь весло вот так, в воду, и как на гондоле, получается, поворачиваешь куда надо, безусловно, чтобы потерять скорость. Третий вариант, вот если ты гребешь вот так, выпуклостью к себе, то разворачиваешь весло вот так, ставишь в воду, либо гребешь назад один раз, он моментально разворачивается, но останавливается. Понятно, да? Угу. Так, теперь, значит, как... Понятно, Катя? Да. Мне нет. Ты когда сядешь, попробуешь, что-то... Да, ладно. Да, она с водой, наверное, покажет. Значит, как ты поворачиваешь, понятно. Через какое-то время вы увидите, что то ли каяк несет все время влево, у некоторых все время вправо. Странно, что-то с каяком не так. С каяком все так, он абсолютно симметричный. И руки наши тоже вроде как симметричные, но кто-то у нас правша, кто-то левша. Даже если в зеркало не отличишь руки, рука, которая более развитая, да, она тянет как можно сильнее. И, соответственно, каяк тебя слушается и идет в противоположную сторону. Проблема не в каяке, а в усилии, которые ты даешь для этого. И, значит, хочешь повернуть влево, там, допустим, грибешь справа сильнее, да. Если ты видишь, тебя уносит все в другую сторону, либо здесь даешь меньше усилия, либо там даешь больше. И тогда как бы он настраивается. Понятно, да? Так, теперь, как мы выходим? Вы будете идти сверху, я вас заброшу наверх. Вы будете идти отсюда, и вот тут есть мост. И от моста вниз, значит, вы должны прижаться как можно ближе к противоположному берегу. Там не Приднестровье, там без проблем вы будете идти. И будете идти вдоль берега. И только в конце, мы сейчас увидим финиш, вы переходите реку. Только в конце. Почему? Потому что здесь есть много кораблей, этих всяких скутеров, там, с бубликами, бананами катаются. Это вот этот пляж? Да, с гидроскутером. И это их зона. У нас нет приоритета на воде ни перед тем. То есть все корабли в мире, у них есть кое-что общего. У них нет педали тормоза вообще. Они не могут остановиться, если захотят, невозможно. Поэтому видите кого-то, уходим в сторону, даем им пройти, и только потом идем дальше. Значит, когда мы идем на каяки, то есть где мы идем, то есть всегда вот так. Понятно, да? Теперь, в конце, какая-то точка финиша, когда вы пересекаете реку перпендикулярно, а не скашиваете. Потому что здесь вот эта конечная зона, это зона, где с бубликами катаются. И если они выехали, тут вы появляетесь, у них уже вариантов нет, крутится между вами. Я лучше вам это не советую, когда с маленьким ребенком будет много стресса. Так, тихонечко идете под берегом, и потом, когда никого нет, пересекаете. Понятно, да? Понятно? Мы можем уплыть чуть дальше. Что? Нет, так вас, у нас тут это брат, кто вас вернет сюда сюда. А, все равно вернет. Значит, дальше. От моста, еще раз, вы идете по противоположной стороне реки, и возвращаетесь сюда. Теперь про риски. Риск номер один, это, короче, этот, дождь. В случае дождя, самое страшное, это, ну, бывают такие типы дождей, которые послеобеденные. Ближе к вечеру, весь день оно там накапливает, накапливает духота, и потом так чипок, ветер чуть-чуть приостановился. И за 15 минут выливает месячный объем осадков. Очень много. И много молний. Вот эти молнии и есть самые опасные. Вода, ветер, не так страшно. Вам этот дождь надо переждать не на воде. На воде ни в коем случае нельзя оставаться, потому что вы являетесь самой высокой точкой на воде. А молнии это ищут. Здесь больше всего идет испарение. И больше всего, там, где есть парение, больше всего идет и, как бы, молния. Строн встречается, и здесь вот как-то в районе реки это очень опасно. То есть находиться в зоне, где открытые деревья, просто никого нет, ни одного дерева, либо на воде вы являетесь высокой, то есть самой высокой точкой на воде. Как это сделать? Чтобы сделать в этом случае, вдоль реки везде идут деревья. И вот прямо то, что у реки деревья есть такие наклоненные, вы должны выбрать более низкое дерево, но наклоненное, где рядом есть и большие деревья. Вдоль реки везде таких мест полно. Там, где наклоненное, вы становитесь под ним, в нескольких метрах от самого дерева, не стоите ногами на корнях деревьев, спокойно ждете, пока закончится этот конец света. Дальше заканчивается дождь, и все, вы идете дальше. Понятно, да? То есть все это время каяк перевернут вверх дном и ждет сухой, когда закончится дождь. Когда закончится дождь, опять ставите каяк на воду, сели, поехали дальше. Понятно? Риск номер два – это корабли. Корабли вы должны уступить. Если едешь на машине, и кто-то на велосипеде, всегда у них одинаковые права. Когда идешь на каяк, и у прав нет вообще. Никаких прав. Если видите кого-то, уходите в сторону, даете пройти. Опять же, потому что и нет тормоза. Вообще физически. Вот. Там я поставила траву. Надо ее, наверное, прикрыть. Ох, чтобы она не наелась. Да, там у нас пульс есть. Маша. Тина, Тина, иди сюда. Тина, не ест! А что, уже ест? Тина, там возле дров там есть. Тина, иди сюда. Я же совсем больно. Не, ну они от любопытства могут понюхать. Да, окей. Значит, дальше. Как мы... Риск номер три – это солнце. Когда вот на улице плюс 35-40 градусов, на воде, когда ты находишься, тебе кажется, что плюс 25. Почему? Вода испаряется, и она охлаждает все вокруг себя. Кажется, что ты под кинсинером вообще прекрасно сидишь. Но в этот момент сгораешь капитально. Вот обычно тут сгорают все вот так вот. Вот руки, не знаю. Если есть чуть-чуть крема от солнца, лучше дать себе крему. И тогда как бы спасешь. Обычно все мажут от колен ниже, а потом это загибается. И тут такая вот красная перца, где не намазать. В общем, как бы лучше намажьтесь. И ребенку обязательно какую-то панамуечку, даже если не захочешь, ставить его. И воду пить как можно больше, чтобы они это... Понятно, да? Дальше. Значит, как мы... Это вот, в воде. Если вы захотите где-то выйти, я могу вас заброшить на более чуть-чуть дальнюю дистанцию. Не надо. Нет, нет. Я уже болюсь. Не надо. Ты нас кораблями уже напугал.